Я не смог его воткнуть, потому что это другая древка, более свежая. И оно по диаметру чуть-чуть шире, но это не важно. На самом деле, мне еще есть, что вам показать. У меня пара документов осталось. Костя, подержи, пожалуйста. Значит, Константин Голодеев тоже участник тех событий. Он не был, правда, депутатом, но он работает в музее. Быть депутатом очень мне интересно. Он был с нами тогда, и мы вместе боролись. Вот смотрите. За что он боролись? Ну, за то, чтобы Россия обрела свой флаг, триколор исторический, и чтобы закончилась советская власть. На следующий день, 20-го, была созвана сессия. И там уже в присутствии огромного народа, в стороне, это был второй день переворота, уже что-то более-менее было понятно. И только-только все собрались. Начинается сессия, и на первой минуте я зашел с флагом в зал и поставил его на сцене. Ну, а дальше были там события разные. Это уже отдельный разговор. Принесли второй флаг РСФСР, и стояло два флага, было такое двоевластие. Ну, а третий день уже была победа. Смотрите, стенограмма «Демократическая Россия». Тут Мухи, Индинку, прокурор области Власову, наша организация «Демократическая Россия» провела срочное заседание, и мы обратились к этим представителям власти с требованием поддержать законную власть и осудить ГКЧП. Вот это вот протокол заседания, который я вел в данный момент, сегодня. Просто считаю символическим это сделать, вот эту вот акцию, ну и подумать о будущем. Может быть, вот те ощущения свободы, вот в те дни, они еще придут к нам, и мы прочувствуем это. Что произошло 30 лет назад? Ну, во времена Горбачева перестройка, конечно, с 50-х резко сменился курс правительства, политический курс страны. Естественно, это было очень резко, не всем это нравилось, это не нравилось партийной когорте, которая еще работала, ЦК КПСС. Это не нравилось и многим военным, силовикам. И было предпринято попытка государственного переворота вернуть, Горбачева арестовали, ну, цены, это самое, блокировали, и вернуть страну к бывшему вот этому коммунистическому режиму в 87-м году, даже, может быть, в 85-м, в общем, на 30-м назад. Но действия ГКЧП были нерешительными, они позволили и Ельцину выйти на арену, не блокировали его, как Горбачева, если бы они его блокировали, нужно было бы все по-другому. И, соответственно, народ, в основном молодежь, зрелые, население среднего возраста, они поддержали Ельцина, поддержали того, что нельзя возвращаться обратно в то советское время. И, опять же, из-за нерешительства ГКЧП этот путь был провален, но буквально уже к концу вот этого дня, 19 августа, было видно, что путь встал. Он встал, и он дальше не продвинется. Даже силовики, они стали переходить на сторону Ельцина. Вот, собственно говоря, что и произошло. Понятно, что основные события развивались в Москве, а здесь теперь что-то происходило, вот начиная от этого... 19 августа было затишье, затишье раздумья, мы ловили новости из Москвы, я всю ночь просидел с 19 на 20, слушал радиоприемник, у меня был УПВ-радиоприемник, я слушал «Был из Америки», «Радио Свобода», оттуда получал первую информацию, и я уже тогда, этой ночью понял, что путь провален. А 20 августа все уже было по-другому, здесь уже началось, действительно, вот так, да, уже власти приняли в сторону Ельцина, уже было понятно, что почему, когда 21-го вечера собрался митинг, на площади Ленина, я уже уже не пошел, потому что этот митинг уже организовывала власть, это были уже не оппозиционеры, это уже была власть, которая перестроилась на новый лад, вернее, она не перестроилась, она наоборот, она не пошла за КЧП, все было понятно. Попытка свержения государственного строя, это как серьезное поступление? Очень серьезное. Которое допустит второго наказания? Насколько я понимаю, там через несколько лет, время все компенсировали? Да, да, здесь, понимаете, я думаю, два вопроса. Во-первых, Ельцин достаточно мягкий человек, во-вторых, новая власть должна была показать себя с позитивной стороны, она не должна начинать с карм, она не должна начинать с арестов и посадок. Она простила этих людей, она сделала так, чтобы они не могли в дальнейшем совершить такой же переворот. Но лично людей она простила. Это был просто шаг со стороны новой власти, такой, ну, гуманный шаг. Редактор субтитров А.Семкин